привет ребята это исследователь хочу рассказать что я думаю про выборы сейчас которые вообще что я буду делать может это вам пригодится на выборы и не хочу идти я ходил как-то там за мальцева думал что там есть это общее дело это был где-то шестнадцатом году у меня есть даже бумажки помки то ролики на канале но сделал я это зря потом я понял в конце шестнадцатого года зимой что это не организация революционная это просто обычный чиновник в общем есть у меня все эти ролики но сходил и ладно в общем тогда я думал что это на пользу общество перед этим когда-то данным давно я ходил тоже на какие-то выборы президента лет десять там назад блин я не помню кого-то помни за путина за кого-то другого голосовал даже не вспомнить кого-то типа альтернативный какой-то кто там был нет не помню даже может это у меня есть какие-то фотки очень по сути никогда не ходил еще когда-то по-моему разок ходил тоже естественно не за путина это было потому что это тот же самый раз блин давно давно было уже короче не интересовали выборы но не потому что я быватель можете где-то подсознательно чувствовал что они в любом случае ничего не дают они делаются только для того чтобы сделать так лишить вас прав окончательно и так-то прав особо нет а вот так просто говорят ну тебя депутат иди депутату депутат дает тебе под жопу говорит иди в суд суд тебе говорит все нормально и все ты дохнешь просто в гроб летишь где-то подсознательно я чувствовал это поэтому и не сильно увлекался выборами в общем никогда не ходите потому что это ну ничего не даст как бы чисто обман такой конечно можно сказать могу сказать люди что ты не борешься но такой инструмент который которым невозможно бороться это как ну те рыбу нужно поймать ты сидишь у берега тебе дали просто палку и говорят давай там рыбу поймай так не поймаешь рыбу что-то как-то так мне кажется и дальше я еще хотел пойти а да ведь который сейчас выбора естественно не пойду выберут там не выберут путина если назначится он да плохо конечно но может даже это хорошо что быстрее развалит это государство никчемное которое поправиться уже не сможет и все остальные кандидаты естественно тоже такие же люди плохие иначе бы их и не запустили нигде же никого не пускают есть вариант сейчас люди говорят надо контролировать вроде как бы какая-то идея есть что проконтролируешь но опять же что ты проконтролируешь типа очень мало людей так нижнего предела нету что-то еще можете сказать что за путина там 10 процентов не знаю за путина можно нагнать и всяких военных это получится уже наверно 50 процентов и просто обывателям можно каких-то денег надавать каши и набрать те же самые 60 процентов если как бы они думают доказать что вот было 30 процентов они 60 поэтому надо выгнать ну это невозможно выгнать тоталитарное государство естественно это я не к тому что не надо бороться но другими способами там на выборах и бумажки подделывают если не подделают то цик напишет митинги тоже эффективность уже свое потеряли если бы народу больше ходила то эффективность была бы а народу меньше ходит поэтому в жопу митинги на последний там немцова к он был 25 не помню дату не не пошел что ходит ходит меньше народу нафиг надо делать то что эффективно если все неэффективно либо убегать либо умирать а ну вот то есть цифры напишут и все поэтому и не ходите но если охота посчитать идите считайте до снимайте там типа предателей которые идут там диктатора назначать по идее это неплохо ну а что ты сможешь вот снял ты соседа своего там тип сосед петя он ходил голосовать тоже не знаешь за кого а ну да как бы вот он типа за путина ну или за другого в общем то же самое за путина ты чего будешь с ним делать его же не убить не в тюрьму посадить ты не сможешь при предатель чё дальше то ты как его будешь наказывать не очень я понимаю да общем забастовки работают устраивайте забастовки правда забастовками есть способ то что чиновники придумали где-то казахстане я видел то что они в суд 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 свой бандитский решение выносите по забастовка незаконно и все и ты не можешь забастовки сидеть такой сидишь говоришь блин все херово они таки говорят оба незаконная в тюряшка тебя в общем всех тюряшку хотят засадить всю страну тут уж и сами думаете что делать надо закрывать их скорее чтобы они всех не посадили не убили а и главный вывод я не успел договорить что нафига выборы вообще нужны вот даже вот идеальные не подделывают все честно все пришли кандидаты не богачи саны и бандиты а просто обычные люди ваши соседи это ничего не даст за что что тебе нужно будет вот и пойдешь там говорить вот подвале вода ну что такое подобное нахерать нужно если ты можешь решить вопрос сам как ты ну или соседями есть какой-то там фонд небольшой денег и ты просто чинишь не так ты ходишь хочешь 10 лет какую-то проблему элементарную ну вот я ходил тоже там водоканал обращался не горят нету люка но там можно же прорыть эти люки сраные все можно сделать они просто зажалели там это стоит сколько-то ну 10 миллионов может 100 миллионов это херня копеечки по сравнению с тем что они собирают и они просто они как бы не хотят они берут деньги себе там жрут на них этот бесконечно будет выбора эту проблему не решают они ну нафиг не нужны вообще вообще честные как-то назвать честные свободные выборы нахер не нужны вот что в основном я хотел сказать в этом ролике и еще приведу тогда пример вот например с покупаете вы интернет или сотовую связь но сейчас они одно и то же вот сотовые продают по сути интернет только я у них покупаю покупайте вы интернет и вам же не нужен для этого посредник вот у меня есть и ну как бы фирма не одна естественно должна быть не монополия но я вот например выборы сделаю я делаю выбор просто какой из операторов ну цену них примерно сейчас одинаковые на самом деле ну все равно какой-то типа выбор есть и вы такой вот выберите депутата как бы вместо того что какой-то вот давай вот володин там путин мне интернет выбери ну так он просто цену увеличит на интернет себе возьмет либо вообще это интернет поломает наставит там с лишь следилок всяких формов а за ним ты не сможешь следить ну зачем вам посредник есть в основном в основных случаях в девяносто девяти процентов никакой посредник нахер не нужен даже если человек ученый не ученый но сам выберет по цене обычно выбирают как люди там я не знаю выбирают я в интернет там самый дешевый покупаю по цене выбрала все что-то недееспособны и депутаты нужны неиспособным людям а вы чё недееспособны и что ли элементарный выбор там по качеству по цене по саду на семну не обязательно самое дешевое по соотношению цена-качество в общем все на этом так про выборы я все сказал что знаю на данный момент и тут посоветовали что нужно развлекать людей рук руками вот тогда руки все пока ребята спасибо всем там женщины подписываются спасибо им не знаю что они интересного находит теперь вам еще подарок мои руки